Фрина на празднике Посейдона в Элевзине Как скопировать понравившуюся картину-шедевр начинающему художнику? Не секрет, что всем любителям, так и профессионалам изобразительного искусства хочется иметь картину-шедевр у себя в частной собственности. Но что делать, если они порой бесценны, чтобы приобрести? Тогда вам остается только купить иллюстрацию или копию этого шедевра. Для художников это огромное поле для работы. А если вы начинающий художник, как сделать копию понравившуюся вам картины? Тогда вперед! Что будем иметь шедевр или мазня? Ну это как получится, ребята. Ну что, холст готов и мы приступаем. Мотор вперед! Для начинающих художников копирование работ великих мастеров особый и важный момент для постижения секрета и навыка мастерства великих мастеров. В некоторых случаях даже необходимо прохождение этой школы. Это азбука. Об этом много написано в учебниках. Но я никогда копии не делал до настоящего времени. В юности считал, что это пустая трата времени и подсознательно думал, что это повлияет или даже уничтожит мой собственный стиль в зародыше. Возможно это и так. Но из-за долгого периода, когда я вообще не занимался рисованием, мне пришлось заново восстанавливать свои познания. Больше времени я начал уделять самообразованию по ютубу. Просмотрел разные школы и разных художников. Далее заинтересовался приемами великих мастеров. И поэтому в моей практике это уже второй случай копирования картины. Первая была, как известно, я позволил себе чести копирование самого гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. И ничто иное, как Тайная вечеря. Но сегодня речь о другом. Прежде хочу поверить о том, как влюбленность влияет на творчество. На мое в частности. Но влюбленность моя странная не в кого-то, а в одну картину. Из-за чего, когда я это увидел, уже не мог продолжать свои планы, свои задумки. Поэтому пока я не сделал копию этой картины, я не успокоился. Итак, о какой же картине идет речь? Пожалуйста, это Фрина на празднике Посейдона в Элевзине. Кто его знает, автора этого шедевра, поднимите руки. Ха-ха-ха, я так и думал. Никого. Да не обижайтесь. Я сам был в шоке от того, что не знал такого великого художника. Хотя близко знаком с творчеством многих русских и европейских художников. Это польско-русский живописец Генрих Семирадский. Пожалуйста, любите и жалуйте. Но, как я понял из истории, хотя он был балованием судьбы и успеха, его не очень жаловали русские художники и интеллигенция того времени. И даже сам Третьяков принципиально не желал покупать картины Семирадского для своей галереи, считая их далекими от подлинно русской живописи. Слова Третьякова имели огромное значение, такие как «дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы правда была, но с поэзией», так он говорил. Хотя годами позже работа этого мастера все же попали в собрание Третьяковской галереи. Такое отношение можно считать искусствоведческим снобизмом. Ну, не мне судить, конечно. О творчестве Генриха Семирадского я, так думаю, сделаю отдельное видео. А сегодня у нас практическое действие копирования этого полотна. Этап переноса копирования изображения на холст я пропущу. Об этом очень много роликов на YouTube. Но если будет пожелание, напишите на комментах. Я специально, может, сделаю об этом видео, как именно я переносил на холст. Продолжаем работать. Я уже почти общую тональность выбрал. И цвета тоже. И дай бог, теперь перейду непосредственно деталям. То есть мне нужно проработать самые мелкие детали, такие как глаза, пальцы. Еще я не доделал лица. Мне очень нравится. Как говорится, я получаю удовольствие от своей работы. Прежде чем продолжить, я хочу вам показать свою палитру. Давайте посмотрим мою палитру. Как известно, палитра должна быть минимальные цвета, чтобы вы научились... То есть я сам себе говорю, чтобы я научился выбирать цвета и смешивать их. И тут у меня в палитре самое минимальное, то, что я набрал. И я вот не поленился, положил все эти краски, расположил. И сейчас будем говорить, какие краски я использую. То есть белый у меня, вот он, титаниум white. Голубая, как у нас называется, фэцэ, да, по-русски. Сейчас покажу. Cobalt blue. Cobalt blue. Видно, да? У меня тут немножко шум. Извините, это консионер работает. У нас в Нью-Йорке очень жарко. Без консионера невозможно сидеть. Я использую растворитель. Вот такой вот растворитель. Одерлес. То есть он без запаха. Хотя мне нравится запахом. Не знаю, может быть, это стереотип. Когда еще много лет назад, когда я был в детстве в художественной школе, там вот художественные мастерские пахли этим разбавителем. И он создал определенную атмосферу. Ну, сейчас принято такое, без запаха. В начале работы я использую только разбавитель, чтобы быстро подсох. И я бы мог уже быстро продолжить по-сухому. Далее, когда уже я перехожу к деталям, я делаю такой тройничок. Сейчас покажу, что я использую. Это домарный лак. Уже забываю по-русски. Также линдсит ойл. Это масло. Вот три компонента я смешиваю. Масло, лак и разбавитель. И вот у меня он так вот, незрачного вида. Ну, это, как говорится, в процессе работы. Там уже не важно, как он выглядит. Далее переходим в цвет. Значит, цвет уже. Далее я все-таки черный обычно не использую, но иногда она мне необходима. Хотя, вместо черного я обычно использую синий, и потом розовый. И у меня получается такой темный. Ну, у меня вот здесь черное. Ну, обычное черное. Потом алое. Алое. Видно, не видно. Это алое. Потом роз сиена. То есть, как его, бежевая. Потом бурн сиена. Это коричневая. Потом я вот с недавних пор начал пользоваться. Но она очень сильная, поэтому нужно его буквально там капельки использовать. Она такой дает насыщенный цвет. Это индийская красная. Зеленая, пожалуйста. Зеленая такая вот. Сепь грин. Естественно, потом бирюзовая. Талу грин. Лимонная. Ну, иногда приходится тоже. Хотя можно и редко я ее использую. Но на всякий случай я держу. И Кабми желтый. Вот вся палитра. Теперь. Я хочу сказать, что когда вы пользуетесь ярким цветом, то есть, пользоваться очень осторожно. Я еще чистый цвет еще почти не использовал. Почти. Потому что все я использую в разбавлении. Чистый цвет оставляю под конец работы. Когда у меня уже работа уже почти закончена, последние штрихи я уже делаю вот чистым цветом. Вот он вот такой вот вкусно получается. Очень красиво получается. Поэтому все это цвета сзади я подбирал из грязного цвета. Когда все цвета вы смешиваете, получается такая прекрасная грязь. В деталях я немножко мучаюсь. Поэтому дай бог, если в следующий раз я буду делать копию, я буду делать уже на большом холсте. Это тоже для меня опыт. Я же не знал, что так получится, что я буду мучиться от того, что кисточки маленькие, очень трудно использовать. Тогда особенно берете краску, чтобы наложить. Вот, допустим, видите, глаза еще. И сделала, потому что очень... Кисточкой краски трудно брать. Она сразу там как бы каплями идет. Ну, уже почти общий тон. Потом цвет я взял. Это еще будет у меня темнее. Я еще не использовал чистые цвета, яркие. И сейчас пока еще от общего иду к частному. Детали мне нужно проработать. Тут очень много еще работы. еще мне нужно детали платьев делать. Детали глаз, цвет подобрать еще. Пока все общее, общее. Это не законченное. И еще много работы. Еще много работы. Еще именно подобрать цвет. Потому что, видите, это еще первое. Первоначально, когда я только разбавительным работал, там вот видите, да, вот какие цвета. А уже потом, когда уже перехожу, вот она вот... Вот это уже грязь, вот грязь. То есть, вот берете... Тут уже не такой чистый цвет, а с грязью вот так вот. То есть, она будет смягчать, чтобы задний план не выпячивал вперед. И еще вот эти все цвета я еще так буду вот так вот сглаживать помягче. Тон будет еще более сглаженный. И еще много тут деталей нужно делать. Сейчас вам покажу, как бы... Как я делаю грязь, я имею в виду. Сейчас берем. К примеру я как начинаю. К примеру. Вот очень трудно говорить и делать, честно скажу. Вот какие профессионалы делают, я просто поражаюсь, как они могут и одновременно писать, и говорить, еще кисточки держать. Но я понимаю, что камеру можно с Аццанана поставить. Но я пока на руки взял, потому что я хочу вам показать вот именно ближе, какой тон. Я уже вот сразу беру. Запустим. Тройничок у меня. Тройник вы можете делать на свое усмотрение. Если хотите, чтобы быстро засыхало, значит, добавляйте больше лака и... лака или растворителя. А если подольше работать, тогда, конечно, масла побольше. И почему я тройничок пользую уже в деталях, потому что она как бы не жухнет. И темные места, они сочные всегда. Так, что я делаю? Я беру, допустим, белые, да? Сейчас. Вот так вот берем. Не бойтесь никогда. Так вот. Ничего не бойтесь. Так. Сейчас. Так. И уже остальные тоже. Вот так вот. То есть, так я... Мне сейчас нужна грязь, поэтому не бойтесь все вперед. Так вот делай. Так. И смеши. Вот видите, смотрите, уже грязь определенная. Вам будет легче. То есть, я все это говорю молодым художникам или хоть старым, которые только начинают. А те художники, которые все знают, и я думаю, они не будут это смотреть. Я сам начинал. И что интересно, те художники знаменитые и хорошие, где у них картины красивые, они не говорят, они не раскрывают секреты. У них вот вы, допустим, когда видите, как они пишут, вот они прям, вот они пишут, да? Сразу у них цвет прям вот ножный цвет. Ну, ты слушай, покажи, как ты смешивал краски, правильно? И это, к этому я прошел сам. Не, ну это уже известно, фрак, я велосипед не придумываю, но к этому я сам прихожу. Вот, то есть, понемножку, понемножку, вот все смешали, не бойтесь, да? И теперь смотрите, теперь идем, допустим, вот сейчас я буду, к примеру, вот, к примеру, буду делать лицо. Да, вот, девушка сидит, общий тон я взял, сейчас я буду уже прорисовывать там, тень, откуда свет падает, потом вот, парня, девушку, глаза, и это, пальцы, вот, с букетом рот, это цветов, здесь букет цветов, все буду, здесь вот, нужно мне будет прорабатывать глаза, нос, и, ну, короче, все детали, вот, везде детали, у меня осталось, в основном, только в деталях работа, в деталях работать, а потом уже перейдем, то есть, работы куча, но, старайтесь не зацикливаться в каких-то местах, в одних местах, нужно общий план смотреть, чтобы, чтобы потом вы не мучились, допустим, где-то выпечет, на первом, задний план, да, на первый, да, потом вам будет стушевывать, поэтому, нужно постепенно, постепенно идти, и вот так вот, то есть, вот грязица я сделал, и теперь, дай бог, маленькой кисточкой, буду вот сейчас прорабатывать, глаза, там, эти, вижутели, какие у них там есть, грязи, то есть, я, почему это вам показал, я очень, мне было трудно сразу цвета найти, а в грязи, то есть, вот так вот, делайте общий, и потом, какого-то больше, какой-то меньше, вы смешиваете, смешиваете, и набираете тот, тот цвет, который там, всегда сверяйте с оригиналом, чтобы было, чтобы не выпрыгнул, потому что художник, который это писал, он очень хорошо знал, что он хочет сделать, да, вот так вот, он сейчас у меня выглядит, и будем продолжать работать, сейчас вот, еще где какие трудности, я буду вам говорить, чтобы у вас этих трудностей не было, к чему это все, чтобы не боялись браться за такую, допустим, вам понравилась эта картина, вот я в эту картину влюблен, и для меня вот каждый мазок, каждая краска, вот просто я от нее балдею, и если вам тоже понравилась, вы не бойтесь, да, здесь очень много работы, здесь все нужно прорабатывать, но в конце концов, у вас будет победа, у вас будет такая готовая картина, о которой вы мечтали, и это будет ваша картина, копия, но зато она будет не фотография какая-нибудь, а именно на холсте, продолжим, продолжим пока, продолжаем работать над копией картины Генриха Семирадского, с таким длинным названием, Фрина на празднике Посейдония в Элевзине, если вы помните, впервые мы набрали тон, темные, светлые места, сейчас я постепенно перехожу в цвете, то есть еще я не перешел деталям, но общего иду к частному, постепенно, постепенно, тут нельзя торопиться, некоторые, когда делают копии, некоторые художники, они прям до каждой детали, какого цвета, такого цвета и делают, но в данном случае, эта картина, очень большая в оригинале, то есть она, 7 метров с чем-то, около 8 метров в длину, и около 4 метра в высоту, и вы представляете, да, какая вот большая картина, и там, допустим, фигуры, фигуры, человеческий рост, художнику было удобно, каждую деталь делать, большими кисточками, и прям в деталях, а здесь мы уменьшаем это всего, что могу сказать, все, я даже специально ради этого купил, вот такую вот кисточку, видите, Fine Detail Art Brushes, то есть, я такими мелкими никогда не писал, и вот вы можете убедиться, тут кисточки, я меньше нуля никогда не использовал, а здесь кисточки, начинается с нуля, потом ну два нуля, три нуля, и по-моему, даже четыре нуля, поэтому я вынужден переходить, чтобы сделать детали, пока я еще детали не делал, вы видите, тут общий план, и так грубо сделано, допустим, лицо, лицо, губы, может быть, даже еще не сделано, поэтому еще пока грубовато все, даже в цвете, вот я медленно вот перехожу, допустим, здесь еще другого цвета, это первоначальный был, а, допустим, сейчас вот медленно-медленно перехожу в тот цвет, который в оригинале, то еще могу сказать, ну, очень кропотливая работа, очень, и я не могу сразу дать вот яркий цвет, потому что она будет мешать дальнейшей работе, потому что мы должны все по тону, встречая с оригиналом, чтобы была приближенная к оригиналу, я еще могу сказать одну вещь, когда переходите непосредственно в деталь, вы где-то забываетесь, получается вот здесь вот, у меня немножко получилось так, каша-малаша, я его сейчас заново тон возьму, потому что сразу я перешел в деталь, и она сейчас мне мешает, вот сейчас через некоторое время краску возьму, все покрою заново, то есть она мне мешает, и поэтому я имею в виду, когда очень осторожно перехватите в деталь, с общего к частному, тут еще очень важно, когда делаете копию, насыщенность, вот допустим до этого, мне, я покажу, может, копии, когда в прежних записях, тут мальчика, цвет был, ну, очень приближенный, но он был не такой насыщенный, я поэтому его опять покрыл, и заново уже делаю детали, потому что не было насыщенности, тут еще, я даже целого белого цвета еще не использовал, то есть вам кажется, что здесь, допустим, вот это белое, или здесь вот белое платье, да, я еще ни разу белого цвета не использовал, это тоже все, как его, смешанные, вот вроде бы кажется белое, это не белое, потому что я очень боюсь, если я сейчас использую белый цвет, она будет очень мне мешать, и самые яркие цвета я буду использовать в конце, сейчас это все цвета у меня смешанные, и поэтому мне думается, кто начинает, я не говорю тем художникам, которые знаменитые, которые опытные, я именно сейчас обращаюсь к начинающим, я себя еще считаю начинающим, и я учусь на своих ошибках, стараюсь учиться еще на ошибках других художников, которые об этом говорят, многие знаменитые художники об этом не говорят, я не знаю, они, ну, как бы, жадничают, но я стараюсь высказать то, что какие ошибки у меня были, что и как я иду, исправляю эти ошибки, поэтому будем продолжать, и по мере продвижения, я буду снимать видео, и в конце, может быть, кому-то это будет полезно, и мне самому полезно, потому что на ошибках учиться, и вот такая вот будет, дай бог, картина, и вот как я вам говорил, я убираю то, что тут нагромозил, потому что нужно, не нужно торопиться, ни в каких местах, нужно посмотреть от общего к частному, будем идти, если честно сказать, очень трудно говорить и снимать, потому что отвлекаешься, повторяться не хочется, что потом не писали, что ты повторяешься, если помните, какая была каша здесь, и вот теперь постепенно мы взяли тон, я хочу, чтобы он был еще колоритный, не просто вот взял какой-то тон, который в картине, но чтобы еще он был такой насыщенный, красивый, потому что когда художник писал, он не делал копии, он сам придумывал, и у него, естественно, была свобода движения, и он брал тот колорит, который он считает нужным, но тут еще работы много, я только показал небольшую деталь, которые я еще нужен показать начинающим художникам, что не нужно бояться, не нужно бояться, что исправлять ошибки, вы подумайте, что вот я, мне нравится, это хорошее, но если он отличается от оригинала, не нужно бояться, и смело браться за тот цвет, который сделал художник, потому что он знал, что он делает, а мы только сейчас делаем что? Мы делаем только копию. Закончил я картину. Итак, в процессе работы по копированию я столкнулся с целым рядом трудностей, которых я не предвидел, и считаю нужным поговорить о них. Дело в том, что опытные художники об этом не говорят, или жадничают, или не хотят, чтобы другие об этом знали. Основная проблема, это все-таки размеры. Размеры картины и размеры вашего холста. Ну, первое. Как известно, знаменитые популярные картины в большинстве случаев реально очень огромные по площади. И если вы задумались сделать ее копию, хорошенько подумайте, какого размера холста вы для него подберете. То есть, о чем идет речь? В моем случае, картина Фрина на празднике Посейдоне в Элевзине Семирадского имеет длину более 8 метров, а в ширину более 4 метров. Персонажа на ней много, человеческий, реальный рост. Из чего следует, что если вы выбрали холст небольшого размера, ну, как у меня, вам будет очень сложно копировать детали и так далее. Конкретно, мой холст имел размер 48 инч в длину, это 122 сантиметра и 24 инч в ширину это 61 сантиметр. Далее из этого же размера вытекает следующая проблема подбора цвета. Так как ваш холст меньше, вам необходимо обобщение цветов. Ну, уже обязательно. Вы не можете, как рекомендуют специалисты, каждый цвет, какой-либо детали или части картины, сверить с оригиналом изображения, взяв краску мастихином на палитре и сверять ее. Остальное уже зависит от вашего чувства меры, вкуса и опыта. Я закончил картину. Я удовлетворен своей работой. Хотя, не мне судить, похоже или нет, но я очень старался. В процессе работы я получил истинное наслаждение от бурного цвета их глубины и живописности. Самые чистые и яркие цвета мазков я оставил на самое последнее завершение. И последнее. Нужно иметь чувство меры остановки. То есть, можно бесконечно продолжать работать в копировании объектов, но картина копия не должна превращаться в сухую копию. Все-таки, на мой взгляд, должна остаться легкость руки от оригинала и свежесть восприятия. Поэтому, я счел нужным остановиться на этом этапе законченности. Спасибо всем, кто досмотрел. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok